А знаете ли вы, что разработчики из Naughty Dog планировали добавить в The Last of Us открытый мир, чем-то похожий на Bloodborne? Если нет, то в этом видео я поведаю вам еще несколько интересных деталей о разработке сиквела The Last of Us. Насколько вторая часть Лоу была длиннее первой? Кто был помощницей Нила Дракмана в написании сценария и зачем? Слили геймплей The Last of Us за месяц до релиза. С вами канал VSG, меня зовут Сайоновский, наливайте чай, присаживайтесь поудобнее, будет интересно. Снять видео про Тлоу я хотел еще до того, как мы создали этот канал, но все не находил повода. Про эту игру, конечно, рассказали уже все, кому не лень. Но недавно появился повод сделать это снова. Вышла двухчасовая короткометражка о создании сиквела одни из нас. И для меня, как для фаната, конечно же это был праздник. Нил Дракман начал разработку The Last of Us Part 2, когда производственный цикл Uncharted 4 подходил к концу. Видно, что Нил Дракман был реально болен идеей сиквела. Идея смерти Джоэла сразу же стала ключевой, и весь сценарий отталкивался именно от этого. Сразу после окончания разработки Анчика студия принялась за тизер-трейлер. Тот самый, где Элли играет на гитаре, а к ней очень-очень медленно подходит Джоэл. Кстати, Нил говорил, что ему снились сны с утечкой этого трейлера. Да, тогда он еще не знал, что сольют вещи похуже. Люди тогда почти сразу поняли, что Джоэл умрет. Его появляющийся из света силуэт. Ботинки, которые не оставляют следов. Элли, поющая про месть. Все эти намеки сейчас, конечно же, кажутся очевидны. Но лично я до последнего не верил, что сценаристы его убьют. Интересно наблюдать за тем, как Нил Дракман рассказывает об этом разработчикам и актерам. Люди просто в шоке. Мне как игроку сложно представить, что они чувствуют. Они прошли с этим персонажем еще больший путь, чем мы. Они создали его. А реакция актера, сыгравшего Джоэла, Трой Бейкер, ни много ни мало сравнил это с потерей близкого человека. Тут я его прерываю. Можешь дать мне секунду? Потому что это выглядело так, будто мне рассказывают о смерти моего друга. Идеи для сиквела, очевидно, были разные. Была идея оставить в игре только холодное оружие и сложнить механику боя. Смерть Джоэла должна была выглядеть иначе. Мы должны были обнаружить его тело, а не наблюдать за его расправой. Элли должна была убить Эбби. Но тогда идея про круговорот насилия ощущалась бы неправильной, что ли. Еще Нил хотел создать открытый мир, по своей комплексности напоминающий мир Бладборн. В нем ты можешь от первого фонаря дойти до последнего. Лично мое мнение, хорошо, что они отказались от этой идеи. Хотя на первой большой локации можно проследить идею открытого мира, ведь она довольно-таки масштабная. Но это мало напоминает Бладдик, так как игрок волен идти куда угодно почти сразу же после того, как попадает в свет. В самом начале разработки Нил привлекает еще одну сценаристку. Про феминизм мы поговорим позже, давайте взглянем на факты. Хейли Гросс, а именно она стала второй сценаристкой, написала немало хороших сюжетов. Именно она является автором первого и лучшего сезона Мира Дикого Запада, а в 2017 году она была номинирована на премию гильдии сценаристов США за сценарий к этому сериалу. Она прописала персонажа Лева, про него, кстати, чуть позже, и именно Хейли ответственна за решение сделать Дину беременной. Вообще, давайте расставим точки над «и». Я обожаю союз Дины и Элли. И идите нахуй, если вы считаете это повесточкой или еще чем-то. Дина охуенный персонаж. И единственная проблема их союза с Элли заключается в том, что его раскрытию в игре уделяет, ну, очень мало времени. Было очень интересно изнутри посмотреть на то, как работает студия. Вот они моделируют поведение крови, которая будет вытекать из человека. Вот они моделируют поведение крови, которая остается на лице зараженных. Тут они смотрят, что будет с рукой, если ударить по ней молотком. На примере бараньей вырезки, а не настоящие руки человека, конечно же. Есть еще часть, посвященная звуку. Звуковики ходят за барашками, записывают звуки колебания металла, чтобы потом вставить его на сцену, где их балансируют на кране. Тут они записывают какого-то мужика, который издает звуки зараженных. Такие вещи позволяют создать удивительный уровень детализации, с которым могут посоревноваться разве что игры Rockstar. А теперь давайте поговорим про феминизм. Да, я знаю, вы ждали эту часть видео. Перед выходом игры на студию и, в частности, на Нила Дракмана, посыпалось огромное количество обвинений. Все это началось еще до слива сюжетных роликов, о которых мы поговорим попозже. Люди домысливали просто все, что им приходило в голову. Элли поцеловал Одину, осуждаю. Как ты посмел вставлять повесточку в нашу любимую игру? Людей вообще не волновало, что разработчики создают этот продукт в несколько лет. Творят, спорят, придумывают, кранчат. Толпе было проще навешать на игру ярлыки и попытаться отменить труд сотен людей. Они нашли актрису, сыгравшую Эбби. Писали, угрожали ей. Угрожали навредить новорожденному ребенку. О чем они вообще, блять, думали? Вам не понравился персонаж еще не вышедшей игры, и вы хейтите, хейтите, хейтите и хейтите. И в какой-то момент переходите уже все границы. Если заниматься СПГСом, то да, конечно. В игре найдется немало крючков, на которые можно повесить обвинения в потакании феминистском. Главные героини – девушки, глава Джексона, женщина, глава Шарамов, женщина. Но пока ты не начнешь искать эти вещи намеренно, ты их не заметишь. А все потому, что Naughty Dog не клепает игры раз в год. Их миры продуманы до мелочей. Их персонажи, в том числе женские, вписаны в эти миры грамотно и никогда не нарушают его правил. В игре нет ни одной Mary Sue, come on! Мы живем в эпоху, когда персонажа добавляют, чтобы угодить какой-то группе лиц. Только вот персонажи получаются не какущие. Пожалуйста, цените труд людей, которые вкладывают душу в миры, которые они создают. Это правда важно. Но есть ровно одна вещь, которая в игре работает сомнительно. Лев, транс, осуждаю. Зачем? Нахуя? Как будто можно было придумать тысячу других поводов выгнать его из поселения серафитов. Но они взяли именно тот, который по итогу никак и не раскрывается. Я, честно говоря, когда услышал это в краткометражке, даже был немного шокирован. Потому что в игре это говорится ровно в одном диалоге. Не то не напрямую, а намеком. Не помню, замечал ли я улево какие-то сдвижки в эту сторону по ходу прохождения. Как будто бы да, но вряд ли это надолго задержалось в моей голове. Еще документалка показывает историю, которую нужно рассказать всем большим компаниям. В самом начале нам показывают дизайнера, который находится на своей должности первый день. Он был тестировщиком и выполнял всю работу лучше, чем того требовали. В один момент его повысили до дизайнера. Я не знаю, чем он конкретно занимался после этого, но перед E3 2017 года именно ему было поручено создать демо игры. Вообще, с этой демкой есть небольшая забавная история. Один из ведущих разработчиков сказал... В начале января мы записываем ее на диск и больше не трогаем. Никто не увидит ее до самой E3. Но, конечно же, так не получилось и демку они переделывали. Но вернемся к делу. Возможно, вы сейчас так же, как и я думаете. Ну, демо и демо, что сложного. Но на самом деле это не меньше труд, чем выпуск игры. У вас есть куча механик, уровней, но нет ничего, что их бы могло объединить. И этот человек объединяет все наработки. Делает так, чтобы в трейлере были показаны только те вещи, которые войдут в конечный продукт. И не забывайте, что это трейлер, который ждут миллионы игроков по всему миру. Первый геймплейный трейлер продолжения лучшей игры десятилетия. Ответственность запредельная, но он справляется. Перерабатывает карту, расставляет противников, в общем и целом заставляет игру работать. Когда Tlau 2 вышла, его повысили до главного дизайнера карты. И это очень важный момент. Игровая индустрия сейчас не ценит тестировщиков. Зачем держать людей, просто играющих в игры на зарплате, если мы можем постоянно увольнять их после выпуска продукта и нанимать перед? Но ответ простой. Из тестировщиков получаются отличные разработчики. Это люди, которые видели все процессы на всех этапах. Люди, которые прошли путь от самого низшего звена до по-настоящему важных должностей. Вот вам простые примеры. Харви Смит, он дизайнил какой-то там Deus Ex, который все поголовно считают культовым. И создал серию Dishonored. А вот, например, Дэвид Джафи. Знаете, он тоже был тестером, а по итогу создал God of War. Интересный факт. Убийство собак в игре не обязательно. Хотя, на самом деле, там не обязательно убивать вообще большую часть NPC. Но разработчики выделили именно этот момент в короткометражке. Поэтому я просто вам его рассказал. Поговорим про сливы. Но не те, которые можно кушать, а те, из-за которых взрываются жопы. Вообще, утечка это всегда ужасно для разработчиков. Иногда сливы могут дать игрокам какую-то интересную информацию по поводу бюджетов, контрактов и планов. Но в данном случае это было ужасно для всех людей. Адекватных людей. Все началось со сцен, предназначенных для внутреннего пользования. Некоторые гени уже тогда начали строить представление об игре. Хотя, у меня один вопрос. Вот нахуя их вообще кому-то смотреть? Нет, я все понимаю. Иногда тебе не везет, и ты натыкаешься на них случайно. Но зачем натыкаться на них намеренно? Почему некоторые люди осознанно хотят проспойлерить себе всю игру и не получить эмоции на моменте выхода? Да, наверное, я понимаю. Обвинение в повестке, обвинение в потакании и феминизму. Нужно было приплести что-то еще. Этим что-то стала сцена убийства Джоэла. И повалилась хейт, ненависть, угроза разработчикам, специально заниженные баллы на метакритике в день выхода, вытекающие из этого депрессии разработчиков, которым и так тяжко пришлось в момент карантина. А слил все это 30-летний фанат, живущий с родителями. Этим самым он хотел ускорить выход игры, но очевидно, что так никогда не работает. К сожалению, очевидные вещи до некоторых людей доходят с опозданием. Возможно, по ходу ролика вы замечали, что лица некоторых сотрудников заблюрены. Рискну предположить, что это люди, которые ушли из студии за кранчей. Я не хочу долго говорить на эту тему. Ясное дело, что кранчи приводят к выгоранию и последующему уходу великих авторов из индустрии. Но студия заявляет, что такого больше не повторится. И мне хочется в это верить. А теперь немного лирики. Я считаю The Last of Us Part 2 величайшей игрой. Очень мало произведений вызывают такой ажиотаж и такие эмоции. Обсуждения, правильно ли поступили на Утидок, ведутся до сих пор. Смерть Джоэла, разделение игры на двух персонажей, пощада Эбби. Мое мнение, они сделали все правильно. Невозможно было придумать решение лучше. То, как этот сиквел затрагивает самые дальние струнки твоей души. То, как долго можно рассуждать про сюжет. То, насколько сложно, да и, наверное, невозможно оценить правильность действий двух этих героинь. Говорит о том, насколько игра гениальная. Я даже не говорю о геймплее, который здесь просто вылизан. Анимации, в которые люди до последнего не верили. Стрельба, стелс, крафт, катсцены. Графика даже на PlayStation 4, которая просто поражала своей красотой. Это великолепно. Но, если говорить более приземленно, то я подытожу свой ролик так. Разработка Part 2 была вызовом для Naughty Dog. Это был реально сложный, но поистине творческий процесс. Процесс, в котором в создании игры и маркетинг могли соединяться вместе. Процесс, в котором кто-то поднимался по карьерной лестнице, а кто-то уходил из студии навсегда. Процесс, в котором было предпринято множество спорных, но очень смелых решений. The Last of Us Part 2 это история о двух девушках, которые совершили непоправимые ошибки. И нравится вам это или нет, но эта история останется с нами навсегда. Обязательно посмотрите короткометражку полностью. Ссылку на видео с переводом я оставлю в описании. А с вами был канал VSG. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, прожимайте колокольчик. Меня по-прежнему зовут Савеновский. Всем удачи и всем пока. А еще когда-нибудь я бы хотел увидеть прикол про Джоэла, но, боюсь, моим мечтам не суждено сбыться.